На юбилей Наталья решила удивить свою семью необычным ходом. Она пригласила своего экс-супруга на торжество и намекнула, что не возражает, если он появится в сопровождении своей новой спутницы. «Между нами нет раздела. Наш сын поддерживает с ним связь, и ему будет приятно видеть, как отец приходит поздравить меня», объяснила Наталья своей близкой подруге Варваре. Варвара не могла понять, зачем Наталья так поступает. Но Наталья лишь отмахнулась от ее сомнений, ведь она уже давно не испытывала злобы к бывшему и наслаждалась своей новой жизнью. Три года назад их брак распался, когда Петр Кириллович признался, что не может больше скрывать от нее истину. «У Карины, нашего бухгалтера, будет ребенок», — сказал он, «вернувшись однажды утром». «Поздравляю! Она уйдет в декрет, верно?» «Нужно искать замену?» — Наталья сыграла удивление, хотя на самом деле старалась не давать волю эмоциям, пытаясь сохранить видимость нормальности. «Возможно, в надежде сохранить семью или избежать скандала». «Ребенок от меня! Я буду отцом!» Петр Кириллович был поражен ее наивностью, не понимая, как она не могла заметить, что он давно вел двойную жизнь. Развод прошел без шума, хотя Петр сразу был ясен в своих намерениях. «Саша уже взрослый, я обеспечил его всем необходимым. Нам с Кариной, как молодым родителям, сейчас очень нужны средства». «Прости, Наташа, но машина и квартира переходят ко мне. У тебя же есть свое жилье?» «Высели арендатора и живи там». Эти слова глубоко задели Наталью, но она была независимой и успешной женщиной, для которой аренда квартиры была лишь одним из источников дохода, и она не почувствовала себя обделенной, вернувшись в дом своего детства. Их сын Саша воспринял развод родителей без особых эмоций и даже заступился за отца, проявив мужскую солидарность. Он уже сам зарабатывал неплохо и не зависел от родителей, находясь в собственном браке, который, как подозревала Наталья, тоже был не без измен. Его жена философски отнеслась к этому. Важно было, что Саша обеспечивал ее и их ребенка, при этом умудряясь оставаться незаметным в своих похождениях. Его внимания хватало на всех, и все казались довольны. «Мы, мужчины, не созданы для жизни с одной женщиной. Это наша природа, мам, так что не обижайся на папу». Наталья пожала плечами и приняла ситуацию такой, какая она есть. Она обновила свою жизнь, сделала ремонт, записалась на фитнес, обновила гардероб, прошла несколько косметических процедур и даже подтянула фигуру. К моменту юбилея ее подруги едва узнали Наталью. «Ты смотришь, Наташа, после ухода мужа ты не горюешь, а цветешь. Кажется, тебе не пятьдесят, а всего лишь тридцать». И эти слова звучали так искренне, что Наталья почувствовала себя по-настоящему обновленной. Наталья уловила в воздухе ожидание продолжения, сверкнув загадочным взглядом. «Представьте, я встретила, кого-то особенного бурно обсуждали подруги. Может, и вам повезет, не устояла перед их любопытством Варя. Она так расцвела, неудивительно, что интересно, не могли они не заметить. И вот на торжестве Наталья появилась не одна, а в компании обаятельного Дмитрия. Это что, сыновья друзей не сдержал удивление Петр, подходя к супруге? «Нет, это мой избранник. Не юн ли он для тебя? А тебе-то что? Разве ты стар для Карина?» Петр не успел возразить, как Дмитрий тепло обнял Наталью. Ему было около тридцати, и Наталья с ним рядом заметно ожила и помолодела. Их возрастной разрыв был очевиден, но не настолько, чтобы вызывать осуждение. Петра же раздражала их гармония настолько, что он провел весь праздник в недовольстве и при любом удобстве напоминал о возрасте именинницы, стремясь уязвить ее. Но Наталья оставалась невозмутима. «Мои дорогие, сегодня я стала на год старше. У меня есть взрослый сын, внук, свой бизнес и богатый жизненный опыт. Я не сожалею ни о чем. Я и поняла, что настоящая жизнь только начинается. Мы с Димой любим друг друга». И она передала ему микрофон. «И мы решили пожениться», – продолжил он, доставая из кармана коробку с кольцом. Наталья с радостью приняла предложение, отвечая согласием. Гости аплодировали, хотя многие и перешептывались. Петр же, не скрывая недовольства, обсуждал это с супругой. Карина за последние годы изменилась, и их ребенок требовал все их внимание, что сказывалось на их внешности и нервном состоянии. Но Наталью это не касалось. Она была полна предвкушения счастливой жизни, чувствуя себя молодой и полной сил. После праздника к Наталье подошел сын, выразив сомнение в ее решение выйти замуж за Дмитрия, намекая на его возможные корыстные намерения. «Думаешь, я не заслуживаю кого-то лучше?» – парировала Наталья. «Но где ты его встретила?» «Он мой тренер по фитнесу», – улыбнулась она, предвидя этот разговор. «Он может использовать тебя?» «Это моя жизнь, сынок. Я сама знаю, что мне делать». Александр только пожал плечами и ушел, разочарованный не столько в матери, сколько в разговоре с отцом, который явно настроил его против Дмитрия. Подруги также критиковали выбор Натальи, некоторые даже прекратили общение. Но она была уверена в своем выборе, понимая, что возраст – это всего лишь цифры, а она сильная и независимая женщина. Дмитрий оказался заботливым и внимательным, не нуждающимся в ее финансах. Они жили полной жизнью, наслаждаясь каждым моментом вместе. Наталья прилавлится Дмитрия не только молодого и привлекательного спутника, но и источника счастья. Петр же не мог простить бывшей жене стремление к личному счастью после их развода. А как вы считаете, стоит ли осуждать Наталью за ее выбор? Или она достойна поддержки? Напишите ваш ответ в комментариях. Всех благодарю за просмотр этого видео, а также не забываем подписаться на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok